Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Новый год. Время волшебства и доброты. Мечты детишек исполняет не только Дедушка Мороз. С елки желаний снимали детские открытки глава республики, члены правительства и депутаты. Выдающийся полководец и дипломат, настоящий пример самоотверженной службы Отечеству, генерал-полковнику Султан Кюкезовичу Магомедову исполнился бы 101 год. Он понимал, что он в любой момент может отдать жизнь. Десять лет назад подполковник СОБР Андрей Ленев погиб во время спецоперации по ликвидации банформирования. Карачаево-Черкесия всегда является таким объединяющим регионом. В Черкесске создана новая ассоциация благотворительных организаций Северного Кавказа. Чиновники в роли волшебников. Сегодня в Доме правительства прошла вторая часть благотворительной акции «Елка желаний». Открытки с пожеланиями снимали глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, а также члены Кабинета министров и депутаты. Цель акции «Елка желаний» – подарить ощущение радости и чувства новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой ситуации. Карча Беджиев узнал о мечтах детей. Необычная «Елка желаний». На ней нет традиционных игрушек, но ее украшают множество ярких открыток с пожеланиями детей. В этом году Рашид Тимрезов исполнил мечту Дамира Кедокоева. Он пожелал планшет для слабовидящих. Далее исполнять желания детишек продолжили спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, а также все руководители министерств и депутаты. Представители всех уровней власти республики присоединились к акции, и каждый исполнил одно или несколько желаний. А они совсем разные. Конструктор, наушники, набор для художника, игрушечная машина. Всего на волшебной елочке было 211 открыток, и все детские мечты будут исполнены до Нового года. Пять пожеланий, которые в ближайшее время исполним для наших детишек. Пожелания совсем разные. У кого-то наушники, у кого-то творческий набор. Все эти новогодние подарки для наших детишек уже в этом году будут доставлены на эмиссию. Новый год стал еще на неделю ближе. И, конечно же, какой праздник без чудес. Этого долгожданного дня ждут и дети, и взрослые. И не стоит забывать, что нет ничего невозможного. И елка желаний исполняет все мечты. Выполняем новогодние пожелания наших детишек. В прошлом году мы это делали. И вот сейчас елку пожеланий выбрали. Подарки, которые сейчас приобретем, и будем поздравлять с наступающим Новым годом наших детишек. Лично мне попалось два желания. Одно из которых – это гитара. Вот молодой человек хочет себе гитару. А вот во втором желании мне попались наручные часы черного цвета. С удовольствием буду рад данные желания исполнить. Акция «Елка желаний» ежегодно проходит в преддверии Нового года. Она помогает исполнять самые заветные мечты детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Ведь нет на свете ничего дороже счастливых детских глаз. Карча Беджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. 101 год со дня рождения генерал-полковника Султана Магомедова. Более 40 лет Султан Кекезович отдал служению Отечества, проявив мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, а также достойно исполнил свой интернациональный долг в Афганистане. Почтить память генерал-полковника и возложить цветы к его памятнику пришли представители мэрии Карачаевска, Советы ветеранов-школьники. О жизни известного военачальника подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Его жизнь – это настоящий пример самоотверженности службы Отечеству. Генерал-полковник Султан Магомедов пережил четыре войны. Он занимал ответственные должности, был громадным военачальником. Награжден 10 орденами, 16 медалями, среди них высшая ордена других стран, в том числе и Афганистана. Собравшиеся на аллее героев Карачаевска отмечали, что Султан Кюк-Кезович навсегда останется в памяти народа, как авторитетный военный, который обеспечивал обороноспособность нашей страны. Он пример для того, каким надо быть человеком, как надо быть верным своей долгу, службе, и примером для подрастающего поколения. Нам, вот, Советы ветеранов войны и труда, при встречах в школах, особенно в декабре, когда мы в школах, во всех школах городского округа, особенно в пятой школе, имя, которое присвоено, его имя присвоено средней школе номер пять. Эта школа гордится его именем. Возложили цветы к памятнику генерал-полковнику Султану Магомедову и представитель Российского союза ветеранов Афганистана Карачаевского городского округа и их молодежное крыло наследия. Они отметили, что Султан Кокезович является для них эталоном доблести и мужества. Для нас это большой человек, генерал-полковник Магомедов. Он достойно служил, достойно. Четыре войны он прошел. В Афганистане был главным военным советником, он там работал. И там про него говорили. И вообще по СССР, по России сейчас тоже много книг, много рук отведутся. Султан Магомедов прославил не только наш город, но и всю страну. Его знаниями военной тактики восхищались многие офицеры. И сегодня мы отдаем дань памяти славному сыну карачаевского народа и гражданину нашей республики, отмечают представители мэрии Карачаевска. Султан Коктезович вклад в историю не только Карачаева-Черкесии, а всего Советского Союза переоценить невозможно. Это участник Великой Отечественной войны, участник Афганской войны, был в Сирии. Это значимая фигура в военной истории нашей страны. Мы горды тем, что он представляет наш народ. Именем Султана Магомедова названы улицы и школы. Его жизнь навсегда будет примером молодому поколению. Алихан Ипшоков, Расул Берди, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 31 586 человек. Из них 27 626 выздоровели, 461 человек госпитализированы. Стать настоящим героем, с гордостью носить берет спецназа, этого хотят миллионы мальчишек. Мечтал об этом и Андрей Ленев, который волею судеб вошел в легион героических личностей спецназа, рисковавших своей жизнью при исполнении долга. В декабре этого года исполняется 10 лет с того трагического дня, когда подполковник СОБР Андрей Ленев получил смертельное ранение во время спецоперации по ликвидации банформирования. О бесстрашном бойце, оставившем добрый след в сердцах людей, Фатима Даурова. Эта жизнерадостная улыбка за секунды располагала к себе всех, кому повезло быть знакомым с Андреем. Его обаяние сочетало в себе особую широту души и природное мужество. Последнее потом не раз проявлялось в спецоперациях в различных горячих точках. Сегодня сослуживцы, вспоминая о нем, говорят о его обостренном чувстве справедливости, о желании непременно победить зло в любых его проявлениях, о его профессионализме и человечности. Самое яркое качество, наверное, его целеустремленность в достижении какой-то цели. Если он поставил себе задачу научиться кататься на роликах, он учился кататься на роликах даже в коридоре во время дежурства на сутках. Если он поставил себе задачу научиться стрелять, он учился стрелять везде, во всех возможных ситуациях, где только ему попадалась возможность какая-то. Целеустремленность, наверное. Целеустремленность, ну и, конечно, доброжелательность. Его очень хорошее такое качество. Он всех уважал, со всеми старался быть добрым и отзывчивым. Но любовь к жизни проявлялась у Андрея Ленева во всем. У него была масса мирных увлечений и огромный круг друзей. Он был своим среди альпинистов и спасателей, лыжников и сноубордистов. Адреналин так и зашкаливал, каждый раз выполняя прыжки с парашютом с затяжным свободным падением и завоевывая очередную вершину. Он любил смотреть на мир через объектив фотоаппарата, улавливая красоту и останавливая момент в вечности. Ему очень нравилось узнавать что-то новое, где-то в чем-то участвовать. Он был человеком, который стремился успеть все. Наверное, так с судьбой предназначено было ему, что он хотел. Он, наверное, чувствовал, что ему не так много отмерено судьбой. Он очень стремился жить, очень активно жить. Хотел быть лучшим, хотел быть всем полезным. Хотел быть полезным, в первую очередь, своим друзьям, близким, обществу. Его разносторонность проявлялась и в актерском мастерстве. В художественном фильме «Стреляющие горы», основанном на реальных событиях и рассказывающем о подвиге пограничников при проведении антитеррористической операции на Северном Кавказе, Андрею Леневу досталась роль идентичной его настоящей профессии. Но в жизни, в отличие от кино, не всегда бывает хэппи-энд. Последняя боевая операция подполковника Ленева началась 19 декабря 2011 года, когда в селе Учкикен ввели режим КТО. Трое бандитов, находящихся в федеральном розыске, были блокированы в квартире на верхнем этаже пятиэтажки. Боевая группа под руководством Ленева была на передовой. Благодаря правильной тактике и боевому опыту двое бандитов были уничтожены. Оставался третий, который не подавал никаких признаков жизни. Разведывая обстановку, спецназовец шел впереди своего менее опытного товарища, прикрывая новичка. Он всего лишь на один шаг опередил его, когда пуля из автомата Калашникова пробила каску с расстояния трех метров. Он понимал, что он в любой момент может отдать жизнь. Он этого не боялся, и он всегда был готов к этому. Всегда был готов. Андрей Ленев – подполковник СОБР, кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством. Вошел в историю российского спецназа, заняв достойное место в пантеоне героев. Фатима Даурова, Наталья Соколенко, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске состоялось мероприятие, на котором присутствовали гости со всего Северокавказского федерального округа. Тема встречи – создание ассоциаций благотворительных организаций Северного Кавказа для более эффективной работы по сфере благотворительности. Подробности в репортаже Корчибиджиева. На территории СКФО действуют две благотворительные ассоциации. Одна из них находится в Карачаево-Черкесии, другая – в Дагестане. Их работа эффективно показала необходимость объединения усилий в области благотворительной деятельности на всем Северном Кавказе. В Карачаево-Черкесию для создания ассоциаций благотворительных фондов прибыли гости двух федеральных округов – Северокавказского и Южного. Около 40 некоммерческих организаций изъявили желание вступить в ассоциацию. Новые вызовы, такие как пандемия, проблемы с экологией и многое другое, подталкивают ассоциации объединяться для более эффективного решения проблем. Это, безусловно, увеличит эффективность благотворительной деятельности, систематизирует, поможет быть более прозрачным, более открытым для общества. Это и борьба с мошенничеством в области благотворительности, которая очень сильно развивается в данное время. И поэтому мы должны усилить пропаганду открытого, такого честного диалога с населением. Благотворительные организации не раз показывают колоссальную работу в трудное время и не только. К примеру, благотворительный фонд «Тешам». Ведет свою работу с 2013 года. Сотрудники реализуют различные интересные проекты – сборы для помощи малоимущим семьям и детям-инвалидам. А также они сотрудничают с благотворительными организациями Северного Кавказа, такими как «Самира», «Территория милосердия» и другими. Как отметил один из уважаемых гостей депутат Народного собрания Ингушетия Ахмат Костоев, если мы все объединимся, то совместно решать поставленные задачи будет намного удобнее. Хотел бы выразить слова благодарности своему брату Кубанову Расулу, главе республики, всем организаторам этого мероприятия. Карачаево-Черкесия всегда является таким объединяющим регионом всех Северокавказских республик. В новую ассоциацию вошли десятки организаций СКФО, а также две уже действующих на Кавказе благотворительных ассоциаций – Карачаево-Черкесии и Дагестана. Вступить также решили представители Адыгеи, что делает структуру межокружной. Таким образом, некоммерческие организации макрорегионов объединяют фонды для масштабирования благотворительной деятельности и рассчитывают на более эффективное взаимодействие с органами государственной власти. Карчабиджиев, Расул Бердиев. Вести. Карачаево-Черкесия. Таким был вторник. Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас продолжение детектива «Тайны следствия». Приятного просмотра и ждите вестей. В Карачаево-Черкесии снег в отдельных районах сильный. Местами очень сильные осадки. Метель. Ночью и утром туман и гололед. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. В горах до 20. Температура воздуха ночью – минус 5, минус 10. В горах до 15 градусов мороза. Днем 2-7 со знаком «минус» и местами 13 градусов ниже нуля. В Черкесии снег. Днем метель. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. В днем порывы до 14. Температура ночью – минус 5-7. Днем 4-6 градусов ниже нуля. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить свое настоящее. Внимание! С 21 по 25 декабря распродажа белорусской кожаной обуви для проблемных ног. В городе Черкесск, улица Горького 8, Центр развития предпринимательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова